Отношения Великого княжества Литовского и Золотой Орды, а затем одного из ее правоприемников, Крымского ханства, возникли в середине XIII века, с момента образования обоих государств и рассматриваются до образования Речи Посполитой в 1569 году. Отношения Великого княжества Литовского и Золотой Орды, военные конфликты в XIII веке, в 1258 году был организован монгольский поход на Литву. При участии галецко-волынских князей, организацией похода занимались монгольские военачальники Бурунда и Китат, сын зятя монгольского императора. Зимний поход против Литвы 1274-1275 годов был организован Львом Даниловичем при поддержке Менгу Тимура. В отместку за войну Тройдана с Владимиром и Опустошения Драгичина, хан обязал участвовать в походе смоленских и брянских князей Романа Михайловича, Олега Романовича, Глеба Смоленского. В 1274 году в Смоленск стали часто приезжать ханские военачальники. После переписей из Орды прибывали десятники, сотники, тысячники, темники и создавались специальные отряды. Строились слободы, в которые собирался окрестный люд, в основном русское население. В дальнейшем эти отряды передавались баскакам и действовали совместно с ханскими войсками в военных экспедициях. Баскаческие отряды были поставлены в пределах Муромской, Рязанской, Суздальской, Владимирской, Курской, Тверской и предположительно Смоленской. Земель исключения составлял лишь Новгород. Татарское войско в этой кампании возглавил воевода Ягурчин. Войска Льва Данииловича, соединившись с татарами у Слуцка, двинулись большими силами к Новогрудку, разграбили и разрушили окольный город. Был предпринят штурм замка, но детинец взять не удалось. Заднепровские князья, опоздав к дележу добычи, поссорившись со своими союзниками, обиделись и по приказу татар пошли походом на Льва Данииловича. Согласно различных источников, кампания закончилась в окрестностях Мазыря, битвой на реке Окуневки, которой литовское войско под командованием Трояда на при поддержке Галлицко-Волынского войска разбило монголо-татарскую орду. В результате цели похода не были достигнуты. В это же время Мстислав Данилович, начав поход из Копыля, воевал на Полесье. Галлицко-Волынские войска уже с участием пинских и туровских сил напали на Новогрудок, взяв штурмом разграбили и замок. В 1277-1278 годах состоялся поход задуманный ханом Нагаем при поддержке союзных ему южно-русских князей. Первоначально намереваясь напасть на Новогрудок, атакующие изменили план и повернули на Гродно. Предположительно причиной похода послужила прусская колонизация края. У Волковыска спящие войска подверглись ночному нападению защитников города. В завязавшемся сражении было захвачено в плен много галлицко-волынских бояр. Не имея возможности захватить укрепление города Мстислав Данилович с частью луцких и галлицких сил отступил от города взамен на возврат пленных. В походе также участвовал Владимир Василькович. Военные конфликты в 14-15 веках Гедемин при походах на Волынии Киев в начале 1320-х годов испытывал противодействие со стороны не только русских князей, но и ордынских вспомогательных отрядов, о чем сообщает М. Страйковский. Никоновская летопись содержит сведения о походе войск узбека на Литву в 1324 году, что историки рассматривают как ответ орды на действия Гедемина против зависимых от нее русских княжеств. Вслед за этим Литву посетило ордынское посольство. На Киевщине был установлен режим, при котором князь был вассалом Гедемина, но ордынские баскаки сохранили свои позиции, а в 1325 году в грамотах римского папы Иоанна XXII в лагере, противостоявшем польско-венгерским войскам, указаны вместе с коренным населением Галицко-Волынской Руси ордынцы и Литвины. В последующие десятилетия Гедемин и Альгерт распространяли свое политическое влияние на Смоленское и Брянское княжества, что вызывало противодействие московских князей, получивших от ханов ярлыки на Великое княжение Владимирское. В частности, когда в 1340 году смоленский князь Иван Александрович вступил в союз с Великим князем Литовским Гедемином и отказался от выплаты дани, на Смоленск был организован совместный поход орды и русских князей во главе с Иваном Калитой. Смоленскому князю удалось устоять без литовской военной помощи. Прямое военное столкновение произошло в 1362 году в ходе ослабления орды и в ходе затяжной борьбы за власть. В результате под прямой контроль Великого княжества Литовского перешли Киевское княжество и Подолии. Великий князь Литовский Альгерт посадил на княжение в Киеве и Чернигове своих сыновей Владимира и Константина, которые признавали двойную вассальную зависимость от Литвы и Золотой Орды. Подольская земля была передана Альгердом в удельное владение своим племянником – сыновьям младшего брата Криата. В середине 1360-х годов возник стратегический союз между Альгердом и правителем западной части Орды – Мамайем, выражавшийся в совместной поддержке тверских князей против московских и восстановлении Литвой выплаты дани за находившиеся в ее составе южно-русские земли. В 1370 году вспомогательный татарский отряд, присланный Мамайем, участвовал в крупном военном походе литовско-русской рати под предводительством Альгерда и Кистута на владение тефтонских рыцарей и крестоносцев в Бруссии. После смерти Альгерда Гедеминовича в Литве началась междоусобная борьба за верховную власть между его сыном Игайлом и младшим братом Кистутом. Часть литовских князей участвовала в Куликовской битве на стороне Дмитрия Московского. Основные силы во главе с великим князем литовским Игайлом, находившегося в союзе с Мамаем, в битве не участвовали. Игайло Альгердович с литовско-русской ратью выступил на соединение с Мамаем, но дошел только до города Адоева в верховьях эр. Аки. В 1399 году великий князь литовский Витовт Кистутович решил вмешаться в борьбу за власть в Золотой Орден о стороне хана Тахтамыша, чтобы подчинить ее своему политическому влиянию. По некоторым данным Витовт еще ранее совершил два похода вглубь золотордынских улусов, помогая своему союзнику Тахтамышу в борьбе за власть с Тимур Кутлугом и Едигием. В 1397 году великий князь литовский дошел Низовьев Дон и вторгся в Крым. В следующем 1398 году Витовт через Подолю вышел к Черноморскому побережью устья Днепра и Южного Буга. Весной 1399 год великий князь литовский Витовт стал собираться войска для нового крупного похода на Золотую Орду. Под командованием Витовта собралось около 38 тысяч, чоу в составе литовской рати находилось 50 литовских и русских удельных князей-вассалов Витовта. 8 августа великий князь литовский Витовт во главе собранной армии выступил из Киева в поход на Золотую Орду. Но 12 августа потерпел катастрофическое поражение Тхана Тимир Кутлуга и Мира Едигея. В сражении погибло 20 литовско-русских князей, включая нескольких героев Куликовской битвы. Южно-русские владения Литвы вплоть до Луцка были разорены. Татарские войска осаждали Киев, жители которого за снятие осады вынуждены были выплатить большой денежный выкуп. Ослаблением Великого княжества Литовского воспользовались русские князья, чтобы отвоевать у него Смоленск и поляки. Чтобы усилить свое влияние в Литве, в дальнейшем великий князь литовский Витофт продолжал вмешиваться во внутренние дела Золотой Орды, где происходила длительная гражданская война. Многочисленные царевичи чингизиды вели ожесточенную длительную междоусобную борьбу за власть в Улусе Джучи. Витофт предоставил в своих владениях убежище сыновьям Тахтамыша. Царевич Джалаладдин со своими братьями был поселен в Троках. В 1410 году Джалаладдин с татарской конницей принял участие на стороне Великого князя Литовского Витофта и польского короля Егайла в Грюнвальдской битве с Тевтонским орденом. В 1412 году Джалаладдин выступил с братьями из Литвы в поход на Золотую Орду, одержал победу над своим соперником Тимурханом и захватил ханский престол. В следующем 1413 году Джалаладдин был свергнут с престола и убит своим братом Керембирды, ставленником Великого князя Московского Василия Дмитриевича. Тогда великий князь Литовский Витофт провозгласил новым ханом царевича Кепик-хана одного из сыновей Тахтамыша, находившегося тогда в литовских владениях. В 1414 году Кепик-хан на небольшое время занял ханский трон в сарае, но вскоре был вынужден отступить под натиском Едигея, который объявил новым ханом царевича Чикриоглана. Они начали борьбу с Кепиком и победили его. Несмотря на поражение, Кепик-хан еще в течение ряда лет считался ханом в южно-русских землях, находившихся под контролем Вильно, в 1419 году. При сильной поддержке литовского князя Витофта на Золото-Ордынский престол вступил Кадыр-Берды, свергнув и убив прежнего хана Дервиш-хана, в 1422 году. Витофт предоставил приют хану Золотой Орды Лу-Мухаммеду, разгромленному своим противником Барокком. В 1424 году войска Великого Князя нанесли поражение претенденту на трон Золотой Орды царевичу Худайдату, совершившему поход на Адаевское княжество. В конце того же года Великий Князь Литовский Витофт поддержал Улу-Мухаммеда, который выступив из Литвы овладел сначала Крымом, а в 1426 году – и сараем, столицей Золотой Орды. После смерти Великого Князя Литовского Витофта в Великом Княжестве Литовском началась длительная междоусобная война за власть между двоюродными, братьями Свидригайла Альгердовичем и Сигизмундом Кистутовичем, хан Золотой Орды Лу-Мухаммед поддерживал Свидригайла и неоднократно посылал ему на помощь татарские войска, но последний заключил союз с Саид-Ахмадом, внуком Тахтамыши и соперником Лу-Мухаммеда. Саид-Ахмад контролировал степи между Днепром и Доном. Саид-Ахмад вел длительную междоусобную борьбу за первенство с золотордынскими ханами Лу-Мухаммедом и Кичимухам-Медом, совершал и организовывал многочисленные разорительные набеги на пограничные литовские и польские владения. В 1453 году, во время очередного набега на литовские земли Саид-Ахмад в битве на Днепре потерпел поражение от крымского хана Хаджи Гирея и едва спасся бегством. В 1455 году Саид-Ахмад при новом нападении на литовские владения был захвачен в плен и заключен в темницу в замке Ковна. В 1459 году его войска были разбиты на оке московским наследником Иваном III.